20 апреля нефть американской марки WTI впервые в мировой истории опустилась ниже нуля. Из-за эпидемии мировое потребление топлива резко сократилось, хранилища в США оказались переполнены и прибывшие с Ближнего Востока танкеры оказалось некуда разгружать. Компании предпочли использовать суда в качестве нефтехранилищ, доплачивая за это. И хотя уже на следующий день нефть в Америке снова подорожала до плюсовых значений, цены на заправках продолжают падать. Например, в США бензин стоит около полутора долларов за галлон, то есть примерно 30 российских рублей за литр. В России потребление топлива тоже упало. Встречаясь с депутатами Госдумы, министр энергетики Александр Новак оценил падение продаж бензина на 40-50%, а ДИС топлива на 30%. Авиакеросин потерял более половины спроса. Однако оптовые цены падают совсем не западными темпами. Всего на 3-4% с начала года. Виной тому так называемый «демпфер» – механизм, введенный правительством два года назад в ответ на резкий рост цен. До недавнего времени государство доплачивало топливным компаниям разницу в ценах внешнего и внутреннего рынка. В этом году, когда бензин за границей стал дешевле, чем в России, «демпфер» заработал наоборот. Уже топливные компании платят в бюджет. Причем платить им придется еще больше, если цены на заправках в России снизятся. Министр Новак также заметил, что «демпфер» – хороший механизм, который не только обеспечивает стабильные цены, не растущие вслед за инфляцией, но и принесет в российский бюджет триллион рублей при цене нефти в 20 долларов. Полтора года назад «Шкода» представила заряженную версию «Кодиака». Модель получила мощный двухлитровый битурбодизель, семиступенчатый преселектив и систему полного привода. От обычных «Кодиаков» версия RS также отличается 20-дюймовыми колесами, иным передним воздухозаборником и черным декором вместо стандартного хрома. Европейская публика приняла машину очень тепло, но сейчас битурбодизель признан недостаточно экологичным, и эта версия исключается из гаммы. Перед отставкой мощного кроссовера «Шкода» подготовила прощальную комплектацию RS Challenge, которая отличается расширенным оснащением. Весь тираж из 300 машин будет отгружен чешским дилером марки, при том заказать обычную RS уже нельзя, ее сборка банально прекращена.